Доброе утро! Ну, я думаю, не только мы, но и все наши зрители, в особенности те, которые ждут очень выходных дней. Для чего? Для того, чтобы, я думаю, отправиться в какое-нибудь путешествие. А может быть, просто немного отдохнуть от работы или же провести время с семьей. Но прямо сейчас я предлагаю всем телезрителям провести немного времени с Алисой Троян и нашими корреспондентами. Алиса, что самое актуальное у нас в новостях? Да, да, у нас произошло очень много событий, но я думаю, что утром нужно начать с самого главного, потому что произошло долгожданное открытие Симперопольской объездной дубки-леводки. Движение, символично перевернув знак кирпича, запустил глава республики Сергей Аксенов. Первой по трассе прошла техника компании-подрядчика строительства. Сейчас там могут проехать все желающие. Своими впечатлениями автомобилисты поделились с Мариной Патриной. А нас экономит бензин, время и нервы водителям. Движению машин по четырехполосному участку трассы Симперопольской объездной дал старт глава республики Сергей Аксенов. Строили два года, открыли за считанные минуты. Камеры и фотоаппараты едва успели зафиксировать историческое событие. Ну что, огонь? Давайте. Первой по трассе прошла техника компании-подрядчика строительства и движение замерло. Водителям здесь ехать пока в новинку. Сейчас здесь машин практически нет. Участок трассы только открыли. Водители, которые проезжают здесь, эмоции своих не скрывают. Это долгожданное событие. Четыре полосы, идеально ровная дорожная одежда. Нет пробок и заторов. Дорога очень полезная, очень важная, потому что сокращает расстояние, не надо заезжать в город. Весь транспорт, который шел в город грузовой, будет, надеюсь, идти в обход города и на Севастополь, и в Керчь. И это разгрузит транспортную артерию, транспортные артерии Симферополя. Долго ждали, хотели беспрепятственно добираться. На этом участке как раз закольцевали полностью всю объездную дорогу. Очень довольны. Спасибо за то, что построили такую отличную дорогу. Строили этот участок не без трудностей. Дорогу должны были сдать еще в августе 2018 года. Подрядчик приложил максимум усилий. И человеческих здесь трудилось около 800 специалистов, и технических. Но причины задержки стройки оказывались объективными. Был путепровод над железнодорогой, потом перенос газопровода высокого давления. Немножко поздно нам передали последний участок земли. Но пришлось форсировать. Работали круглосуточно. Постарались сделать все как можно скорее. Общий объем земляных работ во время строительства больше трех миллионов кубометров. Самый сложный участок трассы – километровый холм. Объект на самом деле сложный. Здесь он в том числе связан и с достаточно глубокими выемками. Здесь у нас самая глубокая выемка. Получается 35 метров. Мы дальше пойдем. Участок будет. Увидите. Поэтому контролировали это и службу автомобильных дорог, и Роскабстрой, как, так скажем, техническая служба строительного контроля. Замещания к работам были, но несущественные. Они все на момент сдачи объекта в эксплуатацию были, соответственно, у нас устранены. Этот участок объездной построили по федеральной целевой программе. За содержание трассы будут отвечать республиканские органы власти. Сейчас она безупречная, с разметкой и современным освещением. Такой ухоженной и чистой должна оставаться всегда, подчеркнул Сергей Аксенов. Транспортные потоки уйдут из центра города, с центральных улиц, соответственно. Ну и вообще сократит расстояние тем, кто хочет проехать со стороны Николаевки, вообще те, кто уезжает в город Симферополь с той стороны, до Бахчисарая, направление Севастополя. Дорога современная, видите, уже оборудована полностью освещением. Знаки все коллеги докладывают, мы еще не проехали, но говорят, все уже установлены без исключения. Разметка есть в данном случае. Сегодня открываем рабочее движение, но я думаю, что все оценят. В течение двух недель на участке трассы будет действовать ограничение скорости до 60 км в час. Потом разрешат разгоняться до 90. В будущем автодорога Дубки-Леватки станет частью Тавриды. Марина Патрина, Александр Смычек, Иван Евдокимов. Новости 24, Симферопольский район. Молодые крымские ученые стали победителями конкурса Государственного совета. Они получат в этом году гранты на развитие своих проектов. Каждый по 111 тысяч рублей. Александр Федорчак пообщался с молодыми умами республики и испытал на себе некоторые изобретения. Елена Бирюкова после окончания университета осталась на родной кафедре. Сегодня она уже доцент. Вместе с коллегами занимается исследованиями, цель которых – помочь людям с проблемами движения. В научной работе используют современные компьютерные программы. Когда происходит это движение, мы можем оценить, во-первых, саму траекторию движения, как правильно, сколько правильно он совершает это движение. Во-вторых, мы пишем потенциалы электромиографических основных мышц, которые задействованы в реализации данного движения. Эксперимент оценили. Елена стала победителем в номинации «Естественные науки» конкурса Государственного совета Крыма и уже в этом году получит деньги на реализацию проекта. Вот эти исследования, которые в этом году представлены в Госсовет Республики Крым, являются продолжением двухлетнего исследования по изучению системных механизмов биоуправления движением. В лаборатории проводят научные эксперименты, связанные с моторикой конечности. Есть специальный прибор для улучшения работы вестибулярного аппарата. Многие люди, например, спортсмены, нуждаются в улучшении координации движения. Для этого ученые Крымского федерального университета проводят исследования при помощи вот такой платформы. Благодаря компьютерной игре человек, выполняя заданные условия, использует свой центр тяжести, тем самым улучшая координационную способность. Строительство также стало сферой приложения молодых умов. Оксана Желенко изучает крымские объекты культурного наследия. В магистратуре написала научную работу на тему восстановления театра имени Чехова. Сейчас занимается поиском технических решений для повышения сейсмической стойкости зданий полуострова. В итоге Оксана стала лучшей в номинации отраслевые технологии. Это технические решения, которые внедряются при ремонтно-восстановительных работах. То есть, когда начинаются строительные работы, восстановительные работы на памятниках архитектуры, применяются методы усиления при помощи металла, каких-то дополнительных конструкций, которые позволяют усилить и исключить возможность обрушения. В этом году еще восемь молодых ученых Крыма на реализацию своих проектов получат финансирование. Каждый по 111 тысяч рублей. С прошлого года у нас, скажем так, введено новшество. Комиссия перед началом заседания по рассмотрению новых заявок в обязательном порядке подводит итоги работы тех, кому мы гранты выделили в прошлом году. Каждый из соискателей докладывает кратко результаты той деятельности, которую удалось осуществить благодаря помощи в рамках этого гранта. Молодые ученые получили гранты на развитие проекта в области медицины, сельского хозяйства, экологии и гуманитарных наук. Александр Федорчак, Александр Смычек, Новости 24. Очень здорово, что у нас в Крыму такие молодые и талантливые студенты, дети и вообще люди. Очень здорово, что их знания вознаграждают. Надеюсь, что так будет и дальше. Ну а еще очень здорово, что телерадиокомпания «Крым» — это целых пять СМИ. Первый крымский «Крым-24». Мы, в частности, в прямом эфире выходим с 7 до 9. Идти еще «Радиокрым.Радиокрым.Радиоморе». И, в частности, прямо сейчас мы попытаемся связаться с «Радиокрым», где идет программа «Линии». Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Я прошу прощения, с нами на связи, вот опять информационной технологией в помощь, наша утренняя телепрограмма. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, коллеги! Рассказывайте, какая тема самая актуальная на сегодняшний день? Что обсуждаете сегодня в эфире? Мы обсуждаем российскую науку. Сегодня день российской науки. И научные достижения и перспективы вот сегодня планируем обсудить. Мы как раз только что смотрели сюжет о том, что 111 тысяч получили грантов крымские студенты. Расскажите, а какие дальше направления науки будут продвигаться, и как в Крыму будет развиваться отрасль науки? Да, я продублирую вопрос нашим гостям. Какие направления науки будут развиваться в Крыму? Если позволите, я отвечу на этот вопрос. Здесь нужно посмотреть на 2014 год, когда была принята федеральная целевая программа социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополь. И здесь определено строительство как одно из приоритетных направлений развития экономики Крымского полуострова. Причем строительство рассматривается в контексте обеспечения импульса для развития сопутствующих отраслей, такое как образование, жилищно-коммунальное строительство, рекреация и туризм. И в частности Академия строительства и архитектуры участвует в реализации данной программы и с точки зрения подготовки специалистов, и с точки зрения проведения научных исследований. Коллеги, вынуждены на секунду прервать ваши разговоры. Друзья, спасибо огромное, мы продолжаем наш эфир. Если вдруг вы выезжаете из дома, обязательно включайте радио Крым, и в прямом эфире вы услышите всю самую важную информацию. Ну а нам пора прямо сейчас увидеть прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы видим, на смену рекордно температурному режиму февраля на это огромные плюс 14 сменились обычной февральской погодой. Но я объясню, в чем дело. Дело в том, что раньше нас обдувал ветер Средиземного моря, а теперь пришел воздух с центральной России, поэтому такое похолодание. Но, кстати, обещают, что все-таки будет потепление, что это еще не конец теплым денькам, и вообще в конце месяца все это закончится, и, наконец-то, может быть, начнется весна. Может быть, в марте в этом году не выпадет снег, и будет тепло и хорошо? Не знаю. Мне кажется, погода — это такая вещь непредсказуема, особенно на полуострове. А у нас же эфир достаточно предсказуем. И что мне уж точно известно, что прямо сейчас мы посмотрим сюжет Ольги Литиненко. Она отправилась в Центральный музей Тавриды на выставку «Таврический вояж». Посмотрим сюжет, давайте. Походная кровать — мундир императрицы Екатерины Великой, оружие времен Крымской войны. Все эти экспонаты теперь можно увидеть в Симферополе. Перед нами походная кровать императрицы. Несмотря на возраст, а это 18 век, она в идеальном состоянии. Ее можно увеличить, уменьшить, сложить или разложить и дальше двинуться в путь. Интересно, что в 18 веке было принято спать, полусидя на высоких подушках. Все экспонаты на выставке или вещи императрицы, или предметы из ее окружения, кроме этой кареты. Ее сделали в наше время. Автор хотел провести параллель с путешествиями Екатерины в Крым. В реальности она ехала в карете на 12 персон, запряженной 40 лошадьми в сопровождении придворных и прислуги. К ее приезду готовились. Строили всякие путевые дворцы, продумывали, где она будет останавливаться, какие там шоу-программу целую придумал Потемкин. Въезд в сам город Бакчисарай, столицу крымского танца, был украшен большой аркой. Амуниция сделана из самых разных, а иногда и странных материалов. Китового усок лишней омаров. Одно ружье представлено именно крымское, скорее всего, на мелкую дичь восточного типа ружье 18 века. И пороховницы, очень любопытные пороховницы, сделанные из самых неожиданных материалов. По платью понятно, что императрица была невысокого роста. Но чтобы не раскрывать все тайны сразу, а наоборот создать интриги, сотрудники музея подготовили для посетителей выставки загадки. Разгадать их сможет только тот, кто знает крымскую историю. Когда турецкий хан назначал нового крымского, в знак этого присылал перо и саблю. После заключения Карасу-Базарского тракта Екатерина II тоже решила послать хану символические подарки. Поэтому в музей решили все расположить точно в таком же порядке. Теперь воочию вижу есть флот на Черном море. Не только флот, но и моряки. Путешествие Екатерины Великой и Санкт-Петербурга в Крым было связано с подписанием манифеста императрицы о вхождении Крыма в состав Российской империи. Основная цель пути – инспекция новых территорий государства. Поездка, которая длилась более полугода, считалась одной из самых дорогих в истории. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Телеканалы «Первый Крымский», «Крым-24». Наши корреспонденты постоянно следят за ситуацией на полуострове. И в частности, расскажу вам, открою небольшую тайну, что сегодня, в частности, какие сюжеты выйдут. Во-первых, наши корреспонденты будут инспектировать реконструкцию Ханского дворца. Кроме того, больница, как вы знаете, строится на 11-м километре Московского шоссе. Так вот, еще и туда отправятся наши корреспонденты. В общем, все, что касается федеральной целевой программы по развитию полуострова, в частности, сегодня будут затрагивать. Кроме этого, дорога, Алушта, Судак, уже сказали, что 3 миллиарда выделят на ее реконструкцию. Планируют, что так будет. И вот в каком же она состоянии и так далее, обязательно сегодня посмотрим сюжет и об этом. Ну а сейчас самое время узнать, какие события происходили в этот день в истории в рубрике «Хронограф». 8 февраля 1724 года по повелению императора Петра I указом правительствующего Сената учреждена Российская Академия Наук, крупнейший в стране центр фундаментальных исследований. 8 февраля 1838 года Сэмюэль Марже в Филадельфии в Институте Франклина впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. 8 февраля 1929 года Николай Каммов называет изобретенный им аппарат новым словом «вертолет», заменив используемый до этого термин «геликоптер». 8 февраля 1879 года на заседании Канадского Королевского института Сэр Сэнфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени. 8 февраля 1956 года в Лондоне ввели в эксплуатацию двухэтажный автобус – символ Лондона и, возможно, самый узнаваемый общественный транспорт в мире. В этот день в 1834 году родился Дмитрий Менделеев – русский ученый, гениальный химик, физик, исследователь в области метеорологии, гидродинамики, геологии, глубокий знаток промышленности, приборостроитель, экономист, воздухоплаватель и педагог. Среди наиболее известных открытий – периодическая таблица химических элементов. Сегодня 97 лет отмечает Авербах Юрий Львович – советский шахматист, деятель российского и международного шахматного движения, международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматам и шахматной композиции, а также заслуженный мастер спорта Советского Союза. Между прочим, у ряда жителей Алушты будут изымать газовые баллоны, потому что они очень часто используют их не только для приготовления пищи и обогрева, но и для иных целей. Для того, чтобы не было ситуации, повторяющих катастрофу в Магнитогорске, поэтому нужно будет разработать ряд решений, чтобы изымать подобные баллоны. Что я считаю, действительно, если эксплуатация неправильно идет, то, да, необходимо это делать. Ну, а прямо сейчас предлагаю вам узнать все о ценах на газ, на дизельное топливо, на бензин через несколько секунд. Итак, цены на топливо на полуострове. Газ стоит 28 рублей 19 копеек, дизель 51 рубль 27 копеек, 92 бензин 47 рублей 17 копеек, 5 бензин 50 рублей 21 копейка и 98 бензин 56 рублей 59 копеек. Как я уже сказал, будет делаться реконструкция трассы Алушта-Судак, 3 миллиарда рублей, но там есть очень важная загвоздка, то, что ее расширить полностью не удастся, потому что, ну, потому что, во-первых, горная местность и некуда просто расширять, поэтому вот я, кстати, задумался, 3 миллиарда рублей в долларах, это, это же сколько? А вот через несколько секунд мы узнаем, для этого нам необходимо узнать, какой же курс доллара на сегодняшний день. Итак, доллар стоит 66 рублей 1 копейка, евро 74 рубля 96 копеек, растет, растет немного доллар, растет немного евро. Ну, вот, честно говоря, так сходу 3 миллиарда не переведу, но обещаю, когда-нибудь я это сделаю, сделаю все-таки. Подготовься как-нибудь заранее. Ну, а мы подготовились заранее к этому дню, к этому вечеру пятницы, поэтому узнали, какие же культурные мероприятия будут проходить в Крымской столице. В Государственном Академическом Музыкальном Театре смотрите американскую комедию. Пьеса более 30 лет с успехом идет во многих театрах мира. По воле случая к одинокой пожилой женщине, которую зовут Памела Кронке, в дом заходят трое мошенников. Их цель – подстроить несчастный случай и заполучить деньги за страховку. Но после знакомства с доброй старушкой аферисты меняются. Никто не останется равнодушным к чудачествам одинокой женщины. Начало джаз-комедии в 18.30. Крымский Академический Русский Драматический Театр имени Горького представит вниманию зрителя пьесу Александра Островского «Свои люди сочтемся». Сюжет разворачивается вокруг дома купца Большого. Его дочь Липочка очень хочет замуж и непременно за благородного. Почтенное семейство решает обратиться к свахе. Однако все не так просто. Зрителю предстоит распутать клубок страстей. Начало в 19.00. На больших экранах сегодня фильм «Море соблазнов». В центре сюжета находится история капитана рыболовецкого судна Бейкера Дила. Чтобы забыть темное прошлое, он поселяется на небольшом острове в Карибском море. Его бывшая жена Карен недавно вышла замуж за миллиардера. Неожиданно женщина вновь появляется в жизни Дила и умоляет расправиться с ее новоиспеченным мужем. Главные роли исполняют Мэтью МакКонахи и Энн Хэтуэй. Фильм будет транслироваться в течение всего дня. В кинотеатрах сегодня идет фильм «Биф. Русский хип-хоп». Самые яркие представители этой культуры рассказывают о пути рэпа от андеграунда до огромных стадионов. Фильм заглядывает за кулисы хип-хопа, обнажая все конфликты и столкновения исполнителей, и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один. Киносеансы вы можете выбрать сами. Карадагская научная станция присоединится к акции «Чистый берег» в рамках Всемирного дня водно-болотных угодий. Это мероприятие состоится завтра. Приглашают всех желающих помочь Крымскому полуострову. Будут убирать водную линию пляжа. Побережье без мусора так еще называется этот день. Если вдруг вы хотите присоединиться, обязательно возьмите с собой перчатки. Ну а, между прочим, экологии мы помогаем, наша программа в том числе. Буквально через несколько минут мы ожидаем, что к нам в гости придет руководитель Крымского центра экологического благополучия. Дождитесь где-то через минут пять буквально, друзья, обязательно встретимся с этим гостем. Я надеюсь, если он пришел. Но еще что вам расскажу, то что три кометы, вот эти скоростные катера, запустят, планируют, что запустят их в этом году. В том году было, прошлым летом, это из Севастополя в Ялту они ходили. Еще две кометы строятся и говорят, ближе к лету они будут уже сделаны. И ожидается, что будет две кометы ходить по маршруту Ялта-Севастополь-Севастополь-Ялта. И одна комета, вот неизвестная еще, говорит, либо Севастополь-Евпатория, либо Ялта-Феодосия. В любом случае направление хорошее, будем ждать, когда уже настанет тепло, чтобы с удовольствием кататься по морю. Да, и еще, кстати, с апреля возобновит рейсы круизный лайнер «Князь Владимир». Маршрут Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь. Друзья, ну вот по такому маршруту отправиться, ты представляешь, это же сколько можно сделать селфи, сколько красивых фотографий, потом в интернет запостить. Ну вот как раз о новостях интернета мы сейчас и узнаем. Двигатель для межпланетного корабля «Старшип» уже в сети. Предполагается, что от трех до семи двигателей запустят многоразовую ракету на Марс уже в 2026 году. Летательный аппарат будет состоять из ракетного модуля и космического корабля. Полет вокруг Луны запланирован на 2023 год. Дубак челлендж. Новое инстаграм-увлечение пользователей из Сибири. Смысл прост. Кипяток во время мороза превращается в облако пара. К новой массовой акции присоединились жители регионов, где температура воздуха соответствует. Мы, к сожалению или к счастью, не можем поучаствовать в массовом развлечении, но с удовольствием демонстрируем захватывающие кадры. Наконец-то механическую сущность научили по-настоящему полезным вещам. Например, танцевать, как Майкл Джексон. Робот может исполнять фанк, тверк и другие виды танцевальных элементов. Еще спот-мини умеет обнаруживать банку с напитками, захватывать и переносить в другое место или отдавать людям. Эти роботы давно прославились благодаря сходству с реальными животными. Помните случаи, когда родители, чтобы удалить молочные зубы, привязывали их нитками к ручке двери? Современные дети пошли дальше. Эта девочка выстрелила привязанным зубом из лука. Судя по реакции малышки, эта мини-операция прошла безболезненно. Будем ждать, как она избавится от остальных молочных зубов. Вы посмотрите, как улыбается девчонка. Мы должны сохранить планету для наших будущих поколений. И в частности, кто нам в это поможет? Ну, в частности, наш гость Антон Ковальчук, руководитель Крымского центра экологического благополучия. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как крымчанину, рядовому, защитить экологию? Крымчанину, рядовому, проще всего, защитить экологию. Это начать с себя, наверное, и развивать в себе полезные экологические привычки. Это личный вклад каждого, который в синергии может дать хороший эффект и помочь сохранить наш край, который славится именно своей экологией в большей части. То есть, сохранить для себя, для будущих поколений, для гостей полуострова. Хорошая привычка – это, например, раздельный сбор отходов. Это, кстати, одно из таких направлений, над которыми мы, в частности, работаем, которое востребовано. И сейчас, если вы все знаете, идет мусорная реформа, которая подразумевает как раз ее основная задача – это сокращение именно отходов, которые идут на захоронение, увеличивая объемы свалок. А для Крыма, скажем так, большая роскошь использовать такую нашу территорию прекрасную для мусора, для захоронения мусора. А как в Крыму разделяется мусор? Есть ли какие-то полигоны, где он как раз-таки пластик к пластику, органический мусор в другое место? Или все это все равно свозится в одну кучу, и потом там оно гниет, разлагается, и никуда пластик оттуда не исчезает? Ну, сейчас ряд проектов ведется по сортировке отходов именно на полигоне. Но надо понимать, что мусор, который идет с одного потока, смешанный, когда если мы кидаем все в один бак, то он достаточно плохо разделяется. И совсем не очень, совсем мало фракций, скажем, которые можно действительно вторично переработать. Поэтому это приводит к тому, что, в принципе, большая часть все равно захоранивается. Поэтому без вклада, скажем так, личного, каждого в том, чтобы у себя дома разделить предварительно. Но для этого, конечно, надо создать и предпосылки. То есть люди у нас некоторые разделяют, а потом с вопросами, а куда там можно сдать или так далее. Или вынуждены ехать на другой конец города, где там на одном конце бумагу принимают, на другом пластик. Вот, то есть, конечно, тут в свою очередь государство, бизнес, должны сделать свои шаги и организовать инфраструктуру, которая позволяет каждому разделить отходы. Так и куда сейчас можно отправить мусор, если, например, я разделяю пластик? Сейчас, я так понимаю, нет таких? Нет, ну, есть у нас на некоторых контейнерных площадках желтые такие баки специальные, что касается пластик. Как касается бумаги, вот у нас как раз сейчас совместно с Министерством экологии идет акция «Сдай бумагу, спаси дерево». И многие государственные учреждения, министерства подключились. Мы устанавливаем красивые там контейнеры. Один из вариантов проекта «Пчела», который у нас как раз раздельным сбором занимается. Вот, совместно с Крымбумагой. То есть там идет речь о бумаге. И мы сейчас эту практику хотим масштабировать, чтобы это было повсеместно. То есть, чтобы действительно было поблизости у каждого человека где-то место, где можно сдать и бумагу, и пластик в том числе. Батарейки, опять же, такая очень актуальная история. Потому что люди уже готовы. Многие собирают, у некоторых набираются пятилитровые бутылки. Вот надо создать условия, чтобы, конечно, люди могли это все сдать, и это все могло быть переработано, а не захоронено на свалке. Если, я так понимаю, человеку действительно сложно сейчас найти возле дома, где вроде мусор рассортировал, а где его куда отправить, неизвестно. А, например, предприятие, оно знает, что необходимо избавиться от большого количества макулатуры. Что ему делать? Может, есть какие-то горячие линии, куда можно позвонить или обратиться в организации? Ну, у нас можно обращаться к нам, Крымский центр экологического благополучия, есть сайт благоцентр.про, где контакты можно найти. Мы, в принципе, для предприятия готовы оптимизировать эту систему обращения с отходами. И это в том числе для них экономический эффект дает, и практически это сокращение негативного воздействия на экологию. То есть кейсы есть готовые, ими можно, в принципе, пользоваться уже. И осталось только дело за осознанием. Вот сейчас у нас чуть-чуть так дорожает история. Вот с точки зрения, ну, я имею в виду вывоз и захоронение отходов, с точки зрения обывателя не очень хорошо. Но вот с точки зрения нас, как экологов, да, допустим, мы где-то в глубине души рады этому, потому что, вот, скажем, такой вот простой путь, да, скинул все в один бак и забыл. То есть он должен быть накладным, скажем так, чтобы стимулировать дополнительно к тому, чтобы люди... Так как дорожание влияет на то, что это будет скидывать не в один бак? Люди должны искать, скажем так, способ, да, сокращения, то есть своих же затрат. Раздельный сбор, он, в принципе, позволяет это делать. Ну, вопрос, там, для бизнеса свой организационный момент, там, для многоквартирных домов это необходимо взаимодействие с управляющими компаниями, но первично это инициатива жителей, то есть сами жители должны осознать, что они к этому готовы, вот, и потребовать у своей управляющей компании, например, либо обратиться к нам, и мы дадим конкретный кейс, как организовать вот у себя в подъезде, в доме, во дворе раздельный сбор. И это все позволяет в конечном итоге реально экономить. Я предлагаю прерваться буквально на несколько секунд. Мы вышли на улицы города и спросили у крымчан, как улучшить экологию, какие ответы получили, давайте прямо сейчас и узнаем. Меньше мусорить. И вот то, что сейчас идет программа по поводу твердых бытовых отходов, это, конечно, очень хорошо. Я надеюсь, что будут все просто меньше мусорить. В основном это только мусороперерабатывающие вот эти всякие отходы, которые распределяются по пакетике. В одну сторону пластик, в другую стекло, в другую. То есть просто вот это распределение. Пока вот на этом этапе нам этого будет вполне достаточно. Как минимум не сорить. Проводить пусть два раза в год. Субботники возле дома. Традиция, да, наша традиция. Субботники возле дома проводить. Раз. Второе. Не мусорить, это понятно. Вы хоть тысячу человек вы видите сейчас на улице с метлами, они приберут, через неделю будет половина того, что будет. Это прежде всего зависит, наверное, от людей. Самих людей. Потому что у нас сейчас, конечно, особенно молодежь в физкультуре конкретная. Обязательно учителя каждый день перед уроком задавать им вопрос. Детки, кто из вас сегодня где-то поднял бумажечку или убрал? Или что заметил хотя бы, что кто-то сделал не так? Замечание ты можешь сделать. Даже взрослому. Массовые субботники среди работающего населения. Уважать ее, а не мусорить, как минимум. А смысл от людей будет зависеть уже. Нельзя выкидывать, во-первых, мусор. Вот идешь, ты даже фантик, конфетку скушал, нельзя выкидывать на улице. Потому что если так каждый второй сделает, то, естественно, тут мусора будет гораздо больше. Начать с себя. Не бросать там окурки, пачки сигаретные, банки и прочий мусор. А просто хотя бы донести его до урны. Точно так же там на пикник, да, выехали. Соберите мусор в мусорный мешок пластиковый. По дороге выбросите, вывезите в контейнер. Это не так сложно на самом деле. Кстати говоря, об окурках видела, когда шла на работу, как дядя уборщик просто ручками в перчатках каждый окурочек поднимал и отправлял в урну. Поэтому это действительно очень важно, чтобы вы так не делали, потому что цените его спинку, его ручки и его труд. Ну и как минимум полуостров, потому что землю зацареть не знаю зачем. Ну мы поняли, да, в принципе, человек должен начать с себя, выходить на субботники. Еще какие акции проводятся, помимо уже таких традиционных субботников, как мы знаем. Ну субботники действительно такая традиционная история. Вот прошла у нас после новогодних праздников акция «Елка-ворот». Мы ее вот анонсировали в том числе на вашем канале. Люди, многие откликнулись. То есть у нас за время акции мы собрали более 500 елок. Они успешно отправились на переработку. Где-то козочки покушали, где-то дрова. То есть вот лось в бокс-чисарае привет передавал всем. Да, говорит, отлично, елочки, спасибо. Вот. Ну вот такой опять же мини-раздельный сбор, который несложно осуществить. Но польза, тем не менее, от него существенная. Вот надеюсь, что, тут видите, тоже и люди говорят, в основном это экологические проблемы у всех в сторону мусора, отходов. Есть опять же такие практики, что действительно нужно замечать, вот делать замечания, да, там, по поводу того, что кто-то бумажечку кинул. Но есть, конечно, более такие серьезные экологические, скажем так, нарушения, которые, опять же, люди должны активно, если видишь, да, то есть не проходить мимо, а обратиться. Есть институт общественных инспекторов, там, к слову, экологическом волонтерстве, один из его видов. То есть общественный контроль именно за экологическими нарушениями, потому что Крым действительно регион такой повышенной чувствительности экологической. У нас должна быть выработана такая нулевая терпимость вот к различным таким факторам, которые негативные. А куда обращаться? Вот дело в том, что мы показывали в нашей программе недавно, что просто грузовик посреди поляны, возле красных пещер выгружает, не просто мешочек мусора выбрасывает, а выгружается целая фура прямо на поляну. Куда обращаться? Люди увидели, сфотографировали, но дальше что делать не знают. Ну, нужно писать обращение вот как контролирующий орган, у нас есть Министерство экологии и Росприроднадзор, вот, тому же региональному оператору можно написать Крымэкоресурсы. Потому что все, что связано вот именно с отходами, это его, скажем так, стезя и стихия. Вот, можно обращаться в нашу общественную организацию, мы уже скоординируем и поможем оформить это все, и отследим, скажем так, реакцию и взаимодействие. Спасибо огромное, спасибо за разговор. Но еще, например, можно обязательно во всемирную паутину, в социальные сети. Мы, в частности, их мониторим, и все самое важное, самое актуальное прямо сейчас в Крымонлайне. Крымонлайне. Будем надеяться, что дорожные службы подойдут к ремонту менее креативно. На дорогах Симферополя появился новый регулировщик. Героиня видео хоть и не смогла усмирить столичный трафик, но подарила автомобилистам хорошее настроение. Это видео автор озаглавил словами «дружные соседи». В переулке Смежном автовладельцы проявили заботу о своем ближнем и заблокировали все въезды и выезды со стоянки. Также многих пользователей очень возмутило отсутствие зелени во дворе. На улице Севастопольской появился необычный знак. Вернее, переместился. Пользователи уже окрестили его «пешеходный перелет». В Симферопольском аэропорту задержан мужчина, который устроил дебош. Полицейские пытались успокоить буйного пассажира. Теперь хулигану, так и не попавшему в Санкт-Петербург, придется заплатить штраф в размере 2500 рублей. Также, кроме административного наказания, дебоширу грозит уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Выйдешь, ну отвечаешь, ну ты, друзья, выйди раз на раз. ***, красавчик. Получишь? Хуже красавчик. В любом случае, красавчик. Да нет, не красавчик, не красавчик, я скажу. Я вот подумал, а может быть этого агрессивного мужчину, ну да, можно просто посадить, да, я так понимаю, ну не в тюрьму, а как же это, в камеру там, на сутки или на трое суток. Предварительное заключение. А можно, например, отправить питомник животным, чтобы он там с ними пообщался. Это ж какое замечательное перевоспитание. Вот, например, была бы у него замечательная собачка Даяна. Я думаю, он точно был бы добрее. Давайте, кстати, о Даяне прямо сейчас и посмотрим коротенький материал. Женщинам в Саудовской Аравии разрешили поступать в элитный вуз при МВД. Для этого им необходимо быть в возрасте от 25 до 35 лет, не иметь судимости и быть ростом не менее 160 сантиметров. Ой, ну а вот это вот уже странный критерий, если честно. Ну, я рад, что действительно какая-то дискриминация женщин в Саудовской Аравии идет на убыль. Между прочим, у нас будет во втором часе гость, который расскажет о том, как же сейчас, например, построить бизнес с женщиной на полуострове. Как вообще обстоят с этим дела. Вот женщина и бизнес у нас в Крыму. Насколько это вещи совместимы или нет? Да простят меня за такую формулировку. Извините, друзья, извините. Что еще хочу рассказать? Потому что в 2019 году откроют 9 детских садов. Представьте себе, 9. Это только в Симферополе. Очередь сократится на полторы тысячи человек. Говорят, что сейчас порядка около 9 тысяч детей стоят в очереди. Но это не означает, что все уже прямо сейчас готовы идти в детский сад. Да, заранее все становятся в очередь, потому что попасть туда очень сложно. Поэтому все уже смекнули, что нужно, как только ребенок родился, сразу искать ему детский сад. Вот, кстати, почему именно, когда только родился ребенок, необходимо уже сразу начинать готовить документы и подавать заявки? Потому что у вас есть замечательная возможность подать заявку сразу 3 детских сада. И вы выбираете очередность. То есть, например, в номер 1 вы не проходите, есть второй детский сад, есть третий. То есть в какой-то из них вы попадете обязательно. Потому что, как минимум, сейчас такое количество их строится. Поэтому родился ребенок, подаем сразу документы в детский сад. Не ждем ничего. Не будем ждать ничего и сразу перейдем к следующей рубрике. Как оставаться молодыми подольше? Вопрос актуален, наверное, для каждой женщины. Одни предпочитают кремы, другие уколы, а в последнее время появилась еще одна тенденция. Фейсбилдинг – это система упражнений для укрепления мышц лица. Если мы с молодости начнем готовить хорошую базу, укреплять мышцы, делать массажи, есть большой шанс сохранить эту молодость на долгие-долгие годы. Но ведь не улыбаться тоже нельзя. Мимика – своего рода визитная карточка. А чтобы кожа была упругой и эластичной, нужно тренировать мышцы лица. На самом деле, уже доказано учеными, старение начинается после 24 лет. Это происходит иногда очень часто, потому что мы очень сильно пользуемся своей мимикой. Лицевая гимнастика корректирует форму лица, повышает кровообращение, способствует быстрому обмену веществ и обновлению клеток. В общем, помогает избавиться от морщин и других дефектов кожи. Даже если вам 30, если вам 40, 50, 60 и даже больше, можно начинать заниматься. И в таком возрасте результаты будут более заметны. Но вначале я очень рекомендую обратиться к специалисту. Делать гимнастику можно и самостоятельно дома. Главное – практиковаться у зеркала. И вот первое упражнение. Пальцами зажимаем кожу на лбу и поднимаем брови вверх, не обращая внимания на сопротивление рук. А чтобы снять спазмы в носогубной зоне, нужно вытянуть рот в овал. Я как тренер, я считаю, очень нужно прокачивать мышцы лица не только, руки, да, там, что мы качать привыкли. Мне этот метод очень понравился. Я сама ему обучилась. Два раза в день по 15 минут и через две недели можно увидеть в зеркале первые результаты. А еще через две недели регулярных тренировок изменения начнут замечать окружающие. Фейсбилдинг противопоказан только в случае нарушения лицевого нерва в период гипертонического криза и в течение двух лет после операции на лице. Наталья Акачалова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Очень полезно заниматься этим в любом возрасте. А мы и так это делаем, потому что каждое утро артикуляционная гимнастика очень полезна. Если даже вы их еще не выучили, что нужно делать, просто разговаривайте и улыбайтесь, потому что очень много мышц задействовано. Орешки, щечки. Орешки не факт, что они полезны для зубов, потому что очень многие, оказывается, зубы портятся из-за того, что на них очень большая нагрузка, а их тоже нужно беречь. Тут вот тонкая грань, когда вот должно одно не мешать другому. Да, я так понимаю, все очень сложно, все очень сложно. Ну, друзья, прямо сейчас я предлагаю переместиться в разные города, полуостровы. И вот хочу спросить у режиссера, есть ли связь вот этого чудесного устройства с вами и со зрителями? Так, пока ничего не видно. Да, пока мы еще не видим. Ну, я попытаюсь обязательно исправить эту ситуацию. Алис, расскажи что-нибудь. Я расскажу пока про Ялту, мы пока еще не можем на нее посмотреть, но пока узнаем, что в доме с барельефом, дом с чайкой, знаменит он так, по улице Халтурина номер 6, не будут портить барельеф, потому что жители были очень возмущены, так как в результате утепления должен был пострадать этот исторический фасад. Но нет, пообещали, что все будет проконтролировано, что не дай бог это здание не будет испорчено и уж тем более этот барельеф не будет сбит. С чем мы вас поздравляем. Очень хорошо, что вы вступили за историческое здание и, как мы видим, результат налицо. Он будет просто восстановлен и никак не поврежден. Друзья, обязательно немного позже мы еще, кстати, будем освещать, я думаю, это тоже событие. Действительно важно, когда общественность подключается и помогает это людям, прям наглядно уже. Друзья, ну прямо сейчас давайте посмотрим прогноз погоды, после чего попытаемся еще связаться с нашим корреспондентом Ольгой Литвиненко. Ольгой Литвиненко Ольгой Литвиненко Ольгой Литвиненко Такой погода будет на полуострове сегодня, но, к сожалению, глядя на эти цифры, все равно непонятно, что же надевать, потому что вчера еще было, после пуза вчера было жарко, вчера было холодно, хотя температура может разниться, но тем не менее чувствовать с собой нужно температуру воздуха на улице. Но мы, к сожалению, сейчас не можем этого делать, но мы отправили нашего корреспондента, чтобы она... Который чувствует, чувствует, и прямо сейчас расскажет о своих чувствах. Оля, здравствуй! Как там на улице дела? Доброе утро, друзья! Спешу впустить в студию февральскую свежесть, так как немного похолодало, но наша зима не коварна, поэтому будьте на шаг впереди, одевайтесь тепло, не забывайте про теплые курточки, сапоги, также шапки. Хочу показать вам вот эту небольшую снежную крупу, которую мы можем на улицах наблюдать. Итак, вот наша крымская зима продолжается, февраль нас продолжает радовать. Хочу сказать еще о том, что во второй половине дня выйдет солнышко и атмосфера прогреется. Также хочу предупредить водителей, чтобы они были предельно аккуратны на дорогах и следили за дорожно-транспортной ситуацией, потому что ожидается гололед. Но хочу поздравить вас всех также с пятницей. И, как говорится, хорошо отдыхает тот, кто хорошо поработал. Мне немного прохладно, немного даже щечки пощипывает мороз. И нужно двигаться, поэтому я буду двигаться дальше. Студия, вам слово. Спасибо, Оля. Мы еще увидимся, куртки не забываем. Мороз, пока что щечки не щиплет. Ну да, действительно, подготовьтесь к выходу из дома. Получается, чтобы не замерзнуть, как раз вот этот фейсбилдинг, ты понимаешь, нужен, чтобы щечки там щипет мороз, а ты делаешь гимнастику себе там. Есть проблема, что если ты будешь идти по улице и делать вот так, люди могут немного странно озадачиться. Что с тобой? И стоит ли вызывать скорую или еще рано? Нет, я думаю, все хорошо. Люди поймут, потому что они посмотрели сюжет, посмотрели, что Ольга рассказала, действительно, мороз на улице. Друзья, ну давайте потихоньку перемещаться в другие города нашего полуострова. В частности, чудесный город. Вот Алушта, южный берег Крыма. Если у нас снег, то, как вы видите, в Алуште, в Алуште шторм у нас, потому что... Слышала, что это твой любимый город. Ну да, на самом деле, это мой родной город. Тишина, покой, друзья, ротонда, как вы видите, да. Ну да, ну мрачновато немножко, но с другой стороны, может быть, в этом есть какая-то сфера романтика. Между прочим, это историческое место, если ты не знаешь. Раньше дорога из Симферополя в Ялту вела действительно через вот эту арку, которая находится на набережной. И все знаменитые люди, которые ехали в Ялту, например, Пушкин, да, например, Чехов, они обязательно проезжали через это место. Мне кажется, сейчас тоже все обязательно проезжают через Алушту, хотя-то нет его или нет. Но через набережную, через набережную нет. Итак, потихоньку, да, попытаюсь еще посмотреть, что у нас в Евпатории. Евпатория. В Евпатории оживленная, как-то в отличие от Алушты, посмотри, как много людей. Возле театра, да, действительно. Очень здорово, что сейчас уже началась минусовая температура, но, тем не менее, люди на велосипедах до сих пор продолжают ездить. Ну, я думаю, в Евпатории теплее. Как мы видим, как минимум, там снега нет, как в Симферополе. Ну, а меня что расстроило, вот эти вот следы, непонятные следы на асфальте, я так понимаю, какие-то стритрейсеры или дрифтеры, как их называть, правильно, я не знаю. Ну, действительно, зачем это делать на центральной площади, тем более, в Евпатории есть чудесная трасса для этого, специально приспособленная. Там уже стоят сотрудники, допустим, поэтому... Кстати, возможно, поэтому и стоят. Возможно, что это быстро прекратится. Отправляйтесь туда, там делайте, что хотите, и радуйте и себя, и себя в первую очередь, я так скажу. А самое главное, не будете подвергать никакой опасности никого. И вот потихоньку еще хочу попробовать переместиться в сторону Керчи, если у нас загрузится камера, так-так-так-так, темные экраны, я думаю, это не потому, что там темно, а потому, что, по всей видимости, да, камера... Что технологии все-таки дают сбой. Да, 21 век, 21 век, друзья, на дворе. Ну, а еще я хотел бы показать еще одно небольшое видео. Итак, видео пришло, значит, нам из Самары, чудесного города. Так, боже мой, бедный верблюдик. Да-да-да, сейчас я сделаю на полный экран, чтобы было интереснее. Нет, я на полный экран, ну, я попробую это сделать. Ну, в общем, друзья, вот... Так, что-то у тебя с технологией не ладится. Вот, посмотрите, как замечательно. Верблюд вытягивает машину из сугроба. Знаешь, на самом деле, я бы очень сильно отнеслась с небрежением к этому. Я... где товарищи-экологи, животнолюбы и защитники животных? Ну, во-первых, верблюд в снегу, это как минимум странно. Все видео у нас заканчивается. Мне кажется, у него лапки не приспособлены к подобному. Во-вторых, чтобы животное тащило машину, мне кажется, это кощунственно. Ну, мне тоже кажется, это неправильно. Вот, кстати, Керчь у нас, и Керчь присоединился уже к нами. Ну, все, картинка уже ушла. А, нет-нет-нет, все, режиссер нам возвращает. Я представляю, что сейчас творится на пульте. Режиссер думает, ай, картинку показывай, не показывай. Он думает, ай, Никита, ой, Никита. Хай, молодец, действительно, Керчь, кстати, в Алуште волнения намного больше, я так понимаю, с какой-то там определенной стороны шторм идет. Ну, а в Керче все спокойно, в частности, на набережной. И людей, в принципе, как и в Алуште, нет. Друзья, ну, а нам пора... Потому что это набережная. Мы взяли центр Евпатории, сравнили и набережная, где холодно, и шторм. Да, нам пора уже двигаться дальше. Куда? Ну, да, на Неаполь. На Неаполь с Киевски. Да и нам необходимо еще узнать, как же работать все-таки продуктивнее. Прямо сейчас посмотрим в следующем сюжете. Чем отличается хороший работник от плохого? В первую очередь, продуктивностью. Есть много способов повысить этот показатель. Необходимо организовать правильное освещение. Лучше всего для этого подходит естественный свет. Но, если с этим не задалось, необходимо купить специальные лампы. Офисные растения повышают эффективность работы аж на 15%. Многие это связываются с тем, что они якобы поглощают излучение от оргтехники. На самом деле, это всего лишь миф. Они нас делают счастливыми только лишь потому, что они рядом с нами. Головная боль. Боль в шее, боль в спине, затруднение дыхания, защемление нервов. А все это из-за неправильной позы. Поэтому выравниваем монитор и кресло. А все для того, чтобы сидеть прямо. Люди лучше всего работают при комфортной температуре. Согласно исследованиям, это 20-22 градуса. Если теплее, производительность падает. Холоднее, можете заболеть. Унылая обстановка снижает эффективность. Разнообразие повышает ее. Когда вы работаете дома, вы ведь перемещаетесь, например, с кухни, в комнату, с дивана, на кресло и в обратном направлении. Это отличная тактика. По возможности, применяйте ее и в офисе. Экспериментируйте со звуками. Ритм, жанр музыки, темп – все это, конечно, на вас влияет. Кроме того, научно доказано – музыка хорошо влияет на рост взаимопонимания между сотрудниками. Дышите чистым воздухом. Выходите на улицу каждые час-два хотя бы на несколько минут. Помните, мозг, обогащенный кислородом, работает намного лучше. А в свободное время для того, чтобы зарядиться энергией, отправьтесь в путешествие. Знакомые места порой могут открыться совершенно по-новому. Стоит только взглянуть на них с другой стороны. Специально для этого мы приехали на Неапольский вновь. Решили подняться снизу, со стороны дороги. Район давно превратился в частный сектор, и чтобы попасть к самой горе, необходимо как минимум ориентироваться в местности. По-настоящему увлекательно пройтись по, казалось бы, столь близким, но все еще неизведанным улицам старого города. За поросшими мхом заборами сквозь узкие улочки мы выходим к первой местной достопримечательности. Совершенно не холодная, стремительным ключом вода сочится вниз по склону, прямо из-под камня, стекая на жилую улицу. Ручей начинается в небольшом гроте. Там вода чистая, нередко можно встретить посетителей, набирающих ее домой. Постарались и уличные художники, все стены украшены рисунками. Дальше просто так не пройти, прямо за поворотом нас ждет гряда больших каменных ступеней. Интересно, справлюсь ли я с этим препятствием? Профессиональная подготовка, конечно, не требуется. Но вот быть в удобной обуви – обязательно. В дождливое время камень достаточно скользкий, а в сухой – рассыпчатый. Неверный шаг и может случиться обвал. Конечно, достичь вершины можно и другим путем. Вот там дальше проезжены целые автомобильные дороги. Но природа – это в первую очередь возможность испытать себя, возможность узнать, как ты будешь вести себя в той или иной ситуации. Отступать некуда, пойдем по сложному пути. Подниматься не так уж и высоко, а времени это сэкономит немало. Добраться до вершины не так просто, придется карабкаться по скалам. Но стоит только лишь взглянуть на город с этой точки, как преимущества данного пути становятся очевидными. Вечно суетливый город, отражаясь от скал, отзывается мелодией шума. По дорогам куда-то спешат автомобили. Так называемые Петровские скалы, по которым я прямо сейчас и взбираюсь, являются самой известной альпинистской площадкой в Симферополе. Есть маршруты и посложнее, но мы выбрали самый легкий. Шаг, еще шаг. Где-то подпрыгнуть, где-то подтянуться. И вот долгожданная награда. Просторное плато, простирающееся, кажется, до горизонта. По какой-то причине вечно зеленая, пологой вершины Неаполя является любимой смотровой площадкой жителей столицы. Ничего удивительного. Отсюда открывается потрясающий вид на город. Отсюда видны не только ближайшие улицы, но и могучие горы, раскинувшиеся за городом. Снежные шапки еще не растаяли, но здесь, на травянистом лугу, они кажутся бесконечно далекими. Порой полезно взглянуть на привычную обстановку со стороны. Это как глоток свежего воздуха. В известном смысле открывает второе дыхание. Никогда не ленитесь изучать родной край с новых ракурсов. Ну а мы побудем тут еще немного. Насладимся прекрасными видами. Утро доброе, друзья. Еще раз говорим тем, кто только присоединился. А всем, кто остался с нами, еще раз здравствуйте. С удовольствием мы вам говорим. Ну, сегодня 8 февраля, мы об этом напоминаем, что сегодня самый лучший день. Сегодня утро пятницы, и поэтому это означает конец рабочей недели, отдых и возможность выспаться завтра. Можно хоть целый день спать, если есть такое желание. Ну а еще сегодня самый лучший день, потому что вы утр встречаете вместе с нами, вместе с Алисой Троян, с Никитой Крыловой. И прямо сейчас Алисе, передаю слово, она расскажет самый лучший день о самых лучших новостях. О самых лучших новостях, которые подготовили наши корреспонденты, потому что они все-таки работают для того, чтобы вы были в курсе всех событий. Долгожданное открытие участка Симферопольской объездной дубки Леватки. Движение символично перевернув знак кирпича запустил глава республики Сергей Аксенов. Первая по трассе прошла техника компании подрядчика строительства. Сейчас там могут проехать все желающие. Своими впечатлениями автомобилисты поделились с Мариной Патриной. Она сэкономит бензин, время и нервы водителям. Движению машин по четырехполосному участку трассы Симферопольской объездной дал старт глава республики Сергей Аксенов. Строили два года, открыли за считанные минуты. Камеры и фотоаппараты едва успели зафиксировать историческое событие. Ну что, огонь? Давайте. Первой по трассе прошла техника компании подрядчика строительства и движение замерло. Водителям здесь ехать пока в новинку. Сейчас здесь машин практически нет. Участок трассы только открыли. Водители, которые проезжают здесь, эмоции своих не скрывают. Это долгожданное событие. Четыре полосы, идеально ровная дорожная одежда. Нет пробок и заторов. Дорога очень полезная, очень важная, потому что сокращает расстояние. Не надо заезжать в город. Весь транспорт, который шел в город грузовой, будет, надеюсь, идти в обход города. И на Севастополе, и в Керчь. И это разгрузит транспортную артерию, транспортные артерии Симферополя. Долго ждали, хотели беспрепятственно добираться. На этом участке как раз закольцевали полностью всю объездную дорогу. Очень довольны. Спасибо за то, что построили такую отличную дорогу. Строили этот участок не без трудностей. Дорогу должны были сдать еще в августе 2018 года. Подрядчик приложил максимум усилий. И человеческих. Здесь трудилось около 800 специалистов. И технических. Но причины задержки стройки оказывались объективными. Был путепровод над железной дорогой. Потом перенос газопровода высокого давления. Немножко поздно нам передали последний участок земли. Но пришлось форсировать. Работали круглосуточно. Постарались сделать все как можно скорее. Общий объем земляных работ во время строительства больше трех миллионов кубометров. Самый сложный участок трассы – километровый холм. Объект на самом деле сложный. Здесь он в том числе связан и с достаточно глубокими выемками. Здесь у нас самая глубокая выемка. Получается 35 метров. Мы дальше пойдем. Участок будет. Увидите. Поэтому контролировали это и службу автомобильных дорог, и Роскабстройка, так скажем, техническая служба строительного контроля. Замещания к работам были, но несущественные. Они все на момент сдачи объекта в эксплуатацию были, соответственно, у нас устранены. Этот участок объездной построили по федеральной целевой программе. За содержание трассы будут отвечать республиканские органы власти. Сейчас она безупречная, с разметкой и современным освещением. Такой ухоженной и чистой должна оставаться всегда, подчеркнул Сергей Аксенов. Транспортные потоки уйдут из центра города, с центральных улиц, соответственно. Ну и вообще сократит расстояние тем, кто хочет проехать со стороны Николаевки, вообще те, кто уезжает в город Симферополь с той стороны, до Бахчисарая, направление Севастополя. Дорога современная, видите, уже оборудована полностью освещением. Знаки все коллеги докладывают, мы еще не проехали, но говорят, все уже установлены, без исключения. Разметка есть в данном случае. Сегодня открываем рабочее движение, но я думаю, что все оценят. В течение двух недель на участке трассы будет действовать ограничение скорости до 60 км в час. Потом разрешат разгоняться до 90. В будущем автодорога Дубки-Леватки станет частью Тавриды. Марина Патрина, Александр Смычек, Иван Евдокимов. Новости 24, Симферопольский район. В Керчи под угрозой разрушения Притоней. Тысячелетний памятник древнего города, Пантикопея. Арка с колоннами времен Боспорского царства дала крен. Как сохранить историческую достопримечательность, узнавал наш собственный корреспондент Светлана Еремельченко. Владимир Фролов 15 лет занимается археологией и охраной древних памятников. Античный Пантикопей – столица Боспорского царства. Визитная карточка Керчи. Посмотреть на колоннаду Притонея, общественного здания, где заседали власти греческого полиса, каждый год приезжают сотни туристов. Недавно ученый заметил – исторический объект выглядит иначе. Был обнаружен некоторый уклон. Он был связан с погодными условиями. В связи со снегом, который был, сильный снегопад. И последующие морозы вызвали промерзание камня и его выталкивание льдом от фундаментов. Специалисты музея предприняли временные меры. Территорию древнего Притонея огородили. Конструкцию готовят к реставрации. Нахренившиеся колонны сейчас подпирают вот такие металлические балки. Они удерживают древнегреческую арку в вертикальном положении. По словам сотрудников музея-заповедника, в таком плохом состоянии культурный объект находится второй месяц. Ситуацию усугубляют сезонные осадки и особенности керченской сейсмической активности. Подрядчик реставрационных работ определен в процессе разработки проектов. На сегодняшний день заповедникам получено задание на сохранение объекта культурного наследия от Госкомитета по охране культурного наследия. Подрядчик пошел навстречу, и это делается в ускоренных сроках. Когда завершат работы, точно неизвестно. Археологи надеются, исторический памятник восстановят курортному сезону. Светлана Ермильченко, Олег Черемисов. Новости 24, Керчь. Так и живем. От курортного сезона к курортному сезону. Ну что ж выделать, регион у нас такой. Поэтому приходится ждать лето, как просто чего-то самого лучшего. Мне кажется, я даже с грустью сказал. Да нет, ну почему лето? Ну почему лето? Ну вот вышел сегодня на улицу, посмотрел снежочек, снежочек-пирожочек, значит, лежит тут такой. И думаешь, а выходные-то совсем скоро, можно, например, отправиться в горы. Я думаю, там еще не растаял снег вполне. Там уже готовы сотрудники МЧС к будущим снегопадам для того, чтобы ловить всех желающих. Да, кстати, что касается айпетрии, я думаю, в особенности ловить нам необходимо. Слушай, ну все, добрые новости закончились. Прямо сейчас я буду рассказывать очень злое. В мире началась эпидемия перфекционизма. Ого, вот это ничего себе. Перфекционизма, эпидемия. Оказывается, что случилось? По сравнению с 1990 годом в мире стало в несколько раз больше перфекционистов. И причем обоих полов. Так вот, эпидемия представляет, внимание, смертельную угрозу для общества. Смертельную угрозу для людей, для нерях или что? Нет, для перфекционистов. Почему? Потому что с перфекционизмом тесно связана депрессия, стресс, тревожность, суицид, расстройство пищевого поведения. Это все связано с тем, что человеку нравится просто, когда все в порядке, когда все по полочкам разложено. Но, как вы понимаете, мир-то у нас такой, что у нас не все в порядке. Это нужно специально себя заставлять нервничать и разбрасывать вещи? Нет, нет, нет. Получается, идет себе перфекционист по городу и понимает, что-то здесь не то. Все не настолько хорошо, как должно быть. И тут у него начинается депрессия и расстройство пищевого поведения, например. Ты представляешь? Мне кажется просто, что у любого человека, когда что-то идет не так, начинается депрессия и расстройство. Перфекционизм, он же вообще придирается ко всему, к любым мелочам. Но, кстати, есть и лекарство от этого. Какое? Это снисходительство родителей к детям. Оказывается, вот выращивают перфекционистов... Я просто думаю о слове снисходительства и думаю о существовании его. Нисходительность, вот. Да, к сожалению, я не знаю, что это означает, но, наверное, потому что я не перфекционист. Но, действительно, говорят, детей не надо ругать постоянно за всякие мелочи, оплошности. Не уничтожайте их морально за ошибки, вот так говорят. И не относитесь к тому, что вы видите, например, в Инстаграме, вот эта идеальная жизнь. Все это всего лишь обложка. Поэтому, ну, как-то относиться к этому необходимо по-другому. Некоторые пытаются стремяться к этому, прийти, что все было прям настолько идеально. Говорят, нет, такого не бывает. Все это иллюзия. Поэтому не переживайте. Нужно всегда смотреть на все вещи со стороны, и именно это позволяет театру. Поэтому давайте посмотрим афишу, она расскажет вам, какие мероприятия будут проходить сегодня. В Государственном Академическом Музыкальном Театре смотрите американскую комедию. Пьеса более 30 лет с успехом идет во многих театрах мира. По воле случая к одинокой пожилой женщине, которую зовут Памела Кронке, в дом заходят трое мошенников. Их цель – подстроить несчастный случай и заполучить деньги за страховку. Но после знакомства с доброй старушкой аферисты меняются. Никто не останется равнодушным к чудачествам одинокой женщины. Начало джаз-комедии в 18.30. Крымский Академический Русский Драматический Театр имени Горького представит вниманию зрителя пьесу Александра Островского «Свои люди сочтемся». Сюжет разворачивается вокруг дома купца Большого. Его дочь Липочка очень хочет замуж и непременно за благородного. Почтенное семейство решает обратиться к свахе. Однако все не так просто. Зрителю предстоит распутать клубок страстей. Начало в 19.00. На больших экранах сегодня фильм «Море соблазнов». В центре сюжета находится история капитана рыболовецкого судна Бейкера Дила. Чтобы забыть темное прошлое, он поселяется на небольшом острове в Карибском море. Его бывшая жена Карен недавно вышла замуж за миллиардера. Неожиданно женщина вновь появляется в жизни Дила и умоляет расправиться с ее новоиспеченным мужем. Главные роли исполняют Мэтью МакКонахи и Энн Хэтуэй. Фильм будет транслироваться в течение всего дня. В кинотеатрах сегодня идет фильм «Биф. Русский хип-хоп». Самые яркие представители этой культуры рассказывают о пути рэпа от андеграунда до огромных стадионов. Фильм заглядывает за кулисы хип-хопа, обнажая все конфликты и столкновения исполнителей и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один. Киносеансы вы можете выбрать сами. Куда отправиться мы понимаем на выходных, но прямо сейчас пора мне отправиться к нашей плазме, потому что там будет выведена самая актуальная информация, которая касается топлива, точнее цен на топливо на полуострове. Газ стоит 28 рублей 19 копеек на сегодняшний день. Дизель 51 рубль 27 копеек, 92-й бензин 47 рублей 17 копеек, 95-й 50 рублей 21 копеек и 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Ну вот обещал, да, что расскажу, 3 миллиарда рублей, это напоминает, что стоимость реконструкции дороги Алушта-Судак, это примерно в валюте, через несколько секунд мы, кстати, увидим, сколько же стоит рубль, сколько же стоит евро и доллар, в валюте это примерно 45,5 миллионов долларов необходимо потратить, но это на сегодняшний день снова-таки, для того, чтобы реконструировать эту дорогу. На сегодняшний день, кстати, доллар стоит 66 рублей 1 копейка, а евро 74 рубля 96 копеек. 3 миллиарда рублей, где-то протяженность трассы 80 километров. Так, ты знаешь, даже если ты скажешь неправильно, я все равно не смогу тебя проверить, поэтому... А вот наши телезрители смогут, поэтому сейчас тебе нужно или давать срочно правильный ответ, или молчать навеки. Полмиллиона долларов в километр. Я не могу проверить, поэтому я, к сожалению, верю тебе на слово, и хочу тебе рассказать о компьютерных играх в очередной раз, потому что ученые из Петербургского университета создадут алгоритм, который позволит изначально на ранних стадиях определять, есть ли у человека склонность к зависимости от игр или нет. Они просто изучили статистику благодаря игровому сервису, они просто следили, какие игры выбирает человек, как часто он в них играет, в какое время суток и какая направленность в целом. В будущем они создадут алгоритм не только для того, чтобы знать о склонности и к зависимости, но еще и для того, чтобы создавать полезный контент для каждого участника, для каждого игрока, для каждого человека, в принципе. Я просто задумался, а что же такое зависимость от игр? Ну, действительно, да, бывает, когда человек сутками напролет играет. Им без сна, без еды, просто... Это да, это, наверное, уже действительно проблема. А так, в принципе, если человек раз в неделю... Но это не является зависимостью, наверное, если это не мешает никакому другому любому способу бодрствования. Тем более в 21 веке, ну, в игру поиграть компьютерно вообще, я думаю, ничего плохого, а уж тем более там в интернете, например, посидеть, новости посмотреть, например. Да, ну, а в частности, например, зайти в социальные сети вот нашего полуострова, узнать же, что там, самое новое, самое актуальное. А для этого, кстати, в интернет не надо заходить, потому что у нас есть Крымонлайн. В Белогорске сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в канализационную трубу. К счастью, собака не пострадала, но была сильно испугана. Местные жители приютили спасенное животное. Необычную находку снял на видео житель Симферополя. На повороте улицы Дарвина он нашел не только яму, но и целый обувной клад. В комментариях пользователи решили, что это новый вид ямочного ремонта. Будем надеяться, что дорожные службы подойдут к ремонту менее креативно. На дорогах Симферополя появился новый регулировщик. Героиня видео хоть и не смогла усмирить столичный трафик, но подарила автомобилистам хорошее настроение. Это видео автор озаглавил словами «дружные соседи». В переулке Смежном автовладельцы проявили заботу о своем ближнем и заблокировали все въезды и выезды со стоянки. Также многих пользователей очень возмутило отсутствие зелени во дворе. На улице Севастопольской появился необычный знак. Вернее, переместился. Пользователи уже окрестили его пешеходный перелет. В Симферопольском аэропорту задержан мужчина, который устроил дебош. Полицейские пытались успокоить буйного пассажира. Теперь хулигану, так и не попавшему в Санкт-Петербург, придется заплатить штраф в размере 2500 рублей. Также, кроме административного наказания, дебоширу грозит уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Выйдешь, отвечаешь, друзья свои, выйди раз на раз. Красавчик, получишь, хуже красавчик. В любом случае, красавчик. Конечно, конечно. Не будем далеко уходить от крымских новостей, потому что нам пообещали, что в наше жаркое лето, наконец-то, во всех автобусах новеньких, которые уже мы видели на этих дорогах, и в которых уже даже ездили, которые очень красиво отличаются от маршруток. Вот эти белые. Действительно, мне лично очень нравятся в этих автобусах. Скрипучих автобусов, желтых, и это очень сильно видно различие. Так вот, в наше лето там будет обязательно оборудованный кондиционер. Об этом пообещали, что еще ожидается новая партия автобусов, которые уже закупили и ждут своего времени. И там летом будет хорошо, прохладно и здорово. Ну, ждем. Ждем еще новую партию. Ждем лето и кондиционера. Сначала мы ждем тепла, а потом ждем способов избавиться от жары. Да и новые автобусы мы ждем. Ну, как мы видим, действительно, в этот автобус смещается намного больше людей, и тем самым нет необходимости вот несколько маршруток, чтобы ездили по дорогам. Вот эти скрипучие действительно небезопасные в первую очередь. Ну, а новенький автобус, ну, это же просто чудо какое-то. А вдруг когда-нибудь будет так, что в Симферополе общественный транспорт будет проходить по отдельной полоске, и даже пробок не будет у людей, которые являются пешеходами, а вдруг... А может, еще велодорожки появятся, ты хочешь сказать? Это, кстати, обязательно должно появиться на речке Салгир, но после того, как ее почистят и отремонтируют, там должны будут быть велодорожки. Возможно, это в будущем, но пока первостепенно ее нужно почистить. Ну, давай я буду негодяям и сказать, что недолго мы будем радоваться этому. Почему? Потому что 13 апреля 2036 года астероид Апофис, Апофис, возможно, столкнется с Землей. Апофис. Я понимаю. И вот шанс, вероятность, точнее, вероятность, говорят, невелика, мягко говоря. Один шанс из 4 миллионов. О том, что он прямым попаданием действительно может вообще уничтожить Землю. Еще, между прочим, в списке, если ты уже решила расслабиться, подумала, ну, один из 4 миллионов, да. Сколько было уже, да, шансов у нас. Еще, еще потенциально таких небезопасных объектов, которые могут столкнуться, которые, в общем, траектории планеты может как-то пересечься, 817 опасных небесных тел, ты представляешь? Мы каждый день лавируем между опасными телами, и тем не менее, до сих пор, к счастью, мы живы. В автобусах? Да вообще просто, в принципе. Да. Друзья, ну, а нам пора далее лавировать дебрями нашего эфира, и прямо сейчас перемещаемся в музей Тавриды. Там чудесная выставка открылась, Таврический вояж, и Ольга Литвиненко поведает, что же там интересного есть. Походная кровать, мундир императрицы Екатерины Великой, оружие времен Крымской войны. Все эти экспонаты теперь можно увидеть в Симферополе. Перед нами походная кровать императрицы. Несмотря на возраст, а это 18 век, она в идеальном состоянии. Ее можно увеличить, уменьшить, сложить или разложить, и дальше двинуться в путь. Интересно, что в 18 веке было принято спать, полусидя на высоких подушках. Все экспонаты на выставке или вещи императрицы, или предметы из ее окружения. Кроме этой кареты. Ее сделали в наше время. Автор хотел провести параллель с путешествиями Екатерины в Крым. В реальности она ехала в карете на 12 персон, запряженной 40 лошадьми в сопровождении придворных и прислуги. К ее приезду готовились. Строили всякие путевые дворцы, продумывали, где она будет останавливаться, какие там шоу-программу целую придумал Потемкин. Въезд в сам город Бакчисарай, столицу крымского танца, был украшен большой аркой. Амуниция сделана из самых разных, а иногда и странных материалов. Китового усок лишней омаров. Одно ружье представлено именно крымское, скорее всего, на мелкую дичь восточного типа ружье 18 века. И пороховницы, очень любопытные пороховницы, сделанные из самых неожиданных материалов. По платью понятно, что императрица была невысокого роста. Но чтобы не раскрывать все тайны сразу, а наоборот создать интриги, сотрудники музея подготовили для посетителей выставки загадки. Разгадать их сможет только тот, кто знает крымскую историю. Когда турецкий хан назначал нового крымского, в знак этого присылал перо и саблю. После заключения Карасу-Базарского тракта Екатерина II тоже решила послать хану символические подарки. Поэтому в музей решили все расположить точно в таком же порядке. Теперь воочию вижу есть флот на Черном море. Не только флот, но и моряки. Путешествие Екатерины Великой и Санкт-Петербурга в Крым было связано с подписанием манифеста императрицы о вхождении Крыма в состав Российской империи. Основная цель пути – инспекция новых территорий государства. Поездка, которая длилась более полугода, считалась одной из самых дорогих в истории. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Симферополь Да и нынче у туреца спросишь, что такое Симферополь? Никто не знает. Никто не знает, да, в основном. Все знают, что это аэропорт. Ну, как пересадочный пункт, да, какой-то. А жаль, потому что я думаю, что наш город можно было бы сделать хорошим и замечательным. И вот как раз-таки собираются починить хотя бы три подземных пешеходных перехода. Один на Куйбовском рынке, там уже начали демонтаж внутри торговых павильонов. Будут ремонтировать возле площади Ленина переход, но возле Сильпо скорее. Я просто забыла, как называется пересечение этих улиц Кирова и Севастопольской. И там как раз-таки будут торговые павильоны, но они будут в более цивильном, в цивильной форме, в цивильном виде, что будет приятно мимо них ходить, а не то, что сейчас там происходит. То есть частники все-таки останутся. А Куйбышевский пешеходный переход останется пустым и будет отдан полностью во власть пешеходов. Да, между прочим, почему он остается пустым? Потому что он должен соответствовать ГОСТу. Насколько я понимаю, определенно должна быть ширина прохода. Я считаю, в принципе, это правильно. Действительно, если узкий переход, ну зачем там захламленность, чтобы была. Ну еще, конечно, необходимо будет следить, чтобы не было там стихийной торговли, поскольку это тоже будет, во-первых, это будет мешать, и это небезопасно, если это будет мешать проходу людей. Ну а мы потихоньку перемещаемся без подземного пешеходного перехода. Так, напрямую, друзья, интернет-новости у нас в эфире. Двигатель для межпланетного корабля «Старшип» уже в сети. Предполагается, что от трех до семи двигателей запустят многоразовую ракету на Марс уже в 2026 году. Летательный аппарат будет состоять из ракетного модуля и космического корабля. Полет вокруг Луны запланирован на 2023 год. Блогер из Петербурга рассказывает, как жили в Ленинграде во время Великой Отечественной войны. На страничку Сергея Владимировича Березовского уже подписаны 4700 человек. В своих видео блокадник вспоминает начало войны и рассказывает о лишениях, пережитых в военное время. Дубак Челлендж – новое инстаграм-увлечение пользователей из Сибири. Смысл прост. Кипяток во время мороза превращается в облако пара. К новой массовой акции присоединились жители регионов, где температура воздуха соответствует. Мы, к сожалению или к счастью, не можем поучаствовать в массовом развлечении, но с удовольствием демонстрируем захватывающие кадры. Наконец-то механическую сущность научили по-настоящему полезным вещам. Например, танцевать, как Майкл Джексон. Робот может исполнять фанк, тверк и другие виды танцевальных элементов. Еще спот-мини умеет обнаруживать банку с напитками, захватывать и переносить другое место или отдавать людям. Эти роботы давно прославились благодаря сходству с реальными животными. Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому мы уже поговорили с вами об экологии, о том, что нужно заботиться о Крыме, о том, что совсем скоро будет проходить завтра акция экологическая. Но сейчас у нас настало время поговорить с нашим гостем. И о чем будем говорить? Конечно, о женском предпринимательстве. И с Кемс, Еленой Томашовой, председателем комитета по развитию женского предпринимательства. Доброе утро! Доброе утро! Рассказывайте, что у нас вообще в Крыму с этим? Как дела обстоят? Ну, вы знаете, женское предпринимательство – это вообще мировой тренд. И во всем мире женщины сейчас очень активны и развивают свой бизнес, и становятся главами больших корпораций. Крым не исключение. Россия, в частности, проводятся исследования уже с 2015 года, я точно знаю. 70 стран входят в эти исследования. Ну, Россия занимает 56-е почетное место по активности. И очень много женщин хотят развивать свое дело. Ну, есть определенные барьеры у них. Это страхи, недостаток финансирования и неподдержка близких, я бы так сказала. Мужчин в том числе? Семьи. Семьи, да. Да. Дело в том, что когда женщина загорается своей идеей и хочет ее реализовать, очень часто близкие, ну, будем так говорить, не верят в это и пытаются ее всячески отговорить. И на своих мастер-классах, которые у нас есть для женщин-предпринимателей, для начинающих, мы всегда говорим, что не стоит слушать мнения людей, которые не эксперты в этом. Они чаще всего руководствуются своими страхами, ну, каким-то опытом былым, поэтому... А куда женщинам обратиться за помощью, чтобы видеть эти страхи, чтобы, возможно, как-то подсказали, куда идти, в каком направлении, что делать? Ну, у нас во всей стране действует очень много общественных организаций. Одна из них, вот я представитель опоры России, и мы есть в каждом регионе нашей страны, нам уже 15 лет. У нас есть очень много программ, да, ну, есть комитет женского предпринимательства, который женщинам помогает. Есть очень много образовательных программ. Вот у нас в 2018 году впервые в Крыму прошел федеральный проект «Мама-предприниматель», где могли женщины, которые находятся в декрете, у которых есть дети до 16 лет, участвовать в обучении. Они неделю проходили обучение, учились составлять бизнес-план, упаковывать свой продукт, свою идею, чтобы ее потом довести до прибыли. И по окончании у них был конкурс, у нас было очень хорошее жюри, и выбрали победителя, и предоставили грант на открытие своего дела. Но у нас вот было в Крыму 87 заявок, да, активных женщин, которые захотели. По условиям конкурса мы можем принять только 30 человек, и у нас до финиша, до финала, да, дошло только 16 женщин. И когда меня спрашивают, говорят, а что ж такое, почему, я говорю, слушайте, говорю, слава богу, что они отказались и понимают, что это не их, и им бы, наверное, не так радужно это все кажется, как в начале, пока они не взяли кредиты, и потом горестно, да, не остались с ними. Пусть они лучше сначала поймут, что это не их и откажутся, и 16 дойдет человек, которые точно знают, что они хотят это сделать. Вот, потому что мы, как люди, которые уже долго бизнесом занимаемся, мы всегда знаем, что если у человека глаза горят, все, он дойдет до конца, и все будет хорошо. А если его нужно уговаривать, упрашивать, пусть лучше он сразу откажется. Мы вышли на улицы города и задавали людям вопрос, можно ли совместить работу и семью женщины, и какие ответы получили, давайте прямо сейчас, давайте услышим. Я думаю, что да, потому что как без женщины? Женщина – это хранительница очага, и тут никак. А работа, ну, мужчина должен работать, чтобы и содержать и женщину, и семью, поэтому это, ну, вещи, которые связаны между собой. Для нашей женщины все совместимо. Конечно, я кушар-гинеколог работающий, это все совместимо, у меня двое детей. Это очень тяжело, потому что я вот бабушка, и я четко понимаю, что сейчас, находясь на пенсии, я практически целиком и полностью свое время личное отдаю на воспитание ребенка. Времени на себя вообще не остается, а как же маме, которая работает и содержит семью? Нет, женщина должна все-таки заниматься ребенком, это однозначно. Ну, наверное, тяжело, но совместимо. Конечно, совместимо. Было бы желание все это совмещать. Я считаю, что совместимо, но желательно, чтобы женщины все-таки не 8 часов работали, а там хотя бы 6. Тогда для женщины и для семьи это только благо. Я считаю, что работа должна быть работой, а семья должна быть семьей. Совместимо, потому что женщина должна себя чувствовать личностью, потому что дом – это хорошо, но когда она еще куда-то выходит, она одевается, она собирается, она подтягивается. В стране от худеет, это ее подстегивает, какой-то стимул появляется, поэтому женщина должна быть и дома, любимая и все остальное прочее, и на работе. Ну, работа должна, конечно, быть такая легкая. Главное было бы желание, как бы, а там уже, ну, много чего зависит, естественно, от окружения. Прокомментируйте, пожалуйста, ответы, вот как профессионал. С каждым годом вот индекс деловой активности женщины, да, проводятся исследования, и все-таки наше общество более с каждым годом лояльнее и лояльнее относится к женщинам, предпринимателям. Ну, как происходит, почему она решает вот заняться бизнесом? Из тех положительных историй и практик, где женщина свою идею реализовывает и приходит к хорошей прибыли, потому что бизнес, как ни крути, это все равно мы делаем ради прибыли, тогда, когда она начинает искать те ниши, которые не заняты. Например, у ребенка аллергия, она начинает печь сладости, на которые нет аллергии, потом для всех друзей, потом это местные магазины, и она выходит вот на такой уровень. Это один вариант, да, когда женщина решает заняться своим бизнесом. Есть еще второй момент от безысходности, когда женщина остается одна с детьми, когда ей нечем детей кормить, и она понимает, что уже дальше так нельзя, а тех денег, когда она работает на работодателя, ей не хватает, и она говорит, все, я сейчас, если что-то не сделаю со своей жизнью, вот все, я дальше больше так не могу. Вот, то есть, как очень многие, да, сейчас модно ходить на тренинги, на коучи всякие, они говорят, то есть надо опуститься на самое дно, чтобы хорошо оттолкнуться. То есть из дефицита, поэтому идут и делают свой бизнес. Конечно, для тех, которые мамы, им очень удобно, потому что это свой график, не ходишь с утра. Вот у меня терпения не хватило бы с утра до вечера ходить на работу, это точно, я бы не смогла. А если даже любимая работа, не хватило бы? Не хватило бы терпения. Я вообще не понимаю, люди с 9 до 6 ходят на работу, я точно так не могу. Я всегда говорю, потому что мы ленивые предприниматели, мы все время хотим создать какой-то бизнес, который будет работать без нас, то есть, да, закольцевать его. Вот, поэтому вот так вот получается. Вы говорили, что собираетесь ярмарку какую-то устроить. Да, каждый год по всей России у нас проходит ярмарка «Сделана мама, сделана в России». Идея этой ярмарки в том, чтобы женщины, которые мастерицы, рукодельницы, создают товары своими руками, мы им даем бесплатно площадки, предоставляем в торговых центрах, и они могут попробовать, идет их товар или не идет. Потому что, ну, для нас ни для кого не секрет, что участие в ярмарках традиционных, да, нужно быть индивидуальным предпринимателем, нужны документы, ты платишь ОРС-взнос, то есть, есть определенные затраты, и не все могут себе их позволить. И тогда наш женский комитет решил, что нужно дать возможность бесплатно самозанятым таким мамам попробовать себя. И у нас вот 2 марта мы уже, это уже будет пятая ярмарка, она ежегодная, мы ее проводим в Крыму, в ТЦ Лоцман. 2 марта можете прийти и посмотреть, какие товары наши мамы производят. А примерно, что там будет? Там будет кухня, там будут какие-то украшения? У нас есть и кондитеры, и мамы, которые шьют текстильные куклы, вот, и, боже, и бортики для детских кроваток, и браслеты, и камни ручной работы. Это, ну, широчайший спектр. Спасибо большое за беседу, очень было интересно. Ну, а сейчас самое время узнать, какой же будет погода на полуострове. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И вот первое упражнение. Пальцами зажимаем кожу на лбу и поднимаем брови вверх, не обращая внимания на сопротивление рук. А чтобы снять спазмы в носогубной зоне, нужно вытянуть рот в овал. Я как тренер, я считаю, очень нужно прокачивать мышцы лица, не только руки, что мы качать привыкли. Мне этот метод очень понравился, я сама ему обучилась. Два раза в день по 15 минут и через две недели можно увидеть в зеркале первые результаты. А еще через две недели регулярных тренировок изменения начнут замечать окружающие. Фейсбилдинг противопоказан только в случае нарушения лицевого нерва в период гипертонического криза и в течение двух лет после операции на лице. Наталья Акачалова, Руслан Хохлов, Утро Нового Дня. Занимайтесь, друзья, фейсбилдингом. Мне кажется, самое лучшее упражнение – это улыбаться. Ну, просто радуйтесь, просто улыбайтесь, и будет у вас в жизни все просто. А поводом для улыбки может стать найденное животное, которое, например, подарит вам хорошее настроение, и вы его приютите и будете любить, а оно будет любить вас еще больше. Вот, например, Даяна. Она ищет хозяев. Посмотрите на нее. Даяна. Молоденькая, очень умная и красивая собака. Она подойдет для любой семьи, которую будет любить и защищать. Привита, стерилизована. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну что же, теперь самое время узнать, как там на улицах Симферополя обстоят дела с транспортом, потому что сейчас уже большая часть людей, скорее всего, вышла на работу, потому что в основном начинается график с девяти. А знаешь, кстати, как бороться с пробками в столице? Собрались не в нашей, но есть такой опыт. Обратились к работодателям, и те немножко перенесли рабочий график, то есть какие-то крупные административные центры сделали, что у них начало работы в восемь, другие в девять, третий в десять, четвертый в одиннадцать. И получилось так, что нет такой огромной пробки, потому что всем в разное время на работу, и поэтому этот поток транспорта более-менее урегулирован. Ну, что я могу сказать? Опыт Москвы привела. Что я могу сказать? Я готов без пробок добраться к плазме, для того, чтобы рассказать о том, какая же дорожная ситуация на эту минуту на полуострове. Итак, начинаем мы традиционно со столицы, конечно, со столицы Симферополя. Я хотел бы для начала показать... Так, сейчас мне подсказывают, что есть небольшие проблемы у нас. Ага, так-так-так-так, вот, вот, все уже, все подсоединились. Начать бы я хотел, друзья, с трассы Таврида. Дубки, левотки, открыто, все. Если вчера эта полоса была черной, то сегодня все уже зеленое, и, что главное, пробок нет. И я думаю, те, кто, например, едет из Симферополя в Севастополь, транзитом, может быть, через Симферополь, сейчас будет гораздо проще, благодаря открытию этой дороги, добраться. Итак, перемещаемся все-таки ближе к центру Симферополя. Там традиционные пробки у нас есть. Улица Воровского бордового цвета. Улица Ленина, пересечения с улицей Шмидта, тоже бордового цвета. Итак, переместимся давайте на улицу Киевскую, в частности, проспект Победы, площадь Куйбышева. Если вы едете по проспекту Победы в сторону центра, к площади Куйбышева, то знайте, что красный цвет преобладает, поэтому все достаточно сложно. А вот от улицы Куйбышева на бульвар Франко вообще бордовые цвета, поэтому будьте предельно внимательны, выезжайте заранее. Так, смотрим, что на улице Гагарина в сторону Московской площади тоже бордовые цвета преобладают. Снова-таки, выезжайте заранее для того, чтобы, во-первых, не опоздать на работу. Ну, так смотришь на Симферополь, ну, есть красный, есть желтый, есть зеленый. В принципе, ничего страшного не происходит, что самое важное. ДТП особо не высвечивается никаких, поэтому потихоньку перемещаемся в другие города нашего полуострова. И Севастополь, другой крупный город Крыма. Здесь у нас, вот, например, бордовый цвет есть на улице Бреская, как вы видите, на пересечении улицы Героев Севастополя. Давайте посмотрим. А вот ДТП. ДТП высветилось, пропустить его не могу. Улица 2-й обороны. Так, 31 минута назад появилась метка, поэтому будьте внимательны. Видим, что небольшой даже уже затор образовывается. Да, красный цвет возле метки ДТП есть, поэтому будьте внимательны, выезжайте заранее. Переместимся на южный берег Крыма, Ялта. Почему там красные цвета? Все же должно быть спокойно. Курортный город, отдыхайте себе, ходите на море. Конечно, зимой только любоваться, но тем не менее. Итак, перемещаемся дальше по берегу, в сторону Феодосии. В Феодосии у нас все замечательно, все хорошо, все спокойно. Керчь. Очень хочется посмотреть, что там в Керче, все хорошо. Крымский мост зеленый цвет дает, поэтому едем на полуостров и обратно. Ну а прямо сейчас мы перемещаемся. Во-первых, я перемещаюсь к своему месту. Давайте, скорее, возвращайся. И параллельно обидеть о том, что Ольга Литвиненко готова выйти на связь с нами. Ольга, доброе утро еще раз. Доброе утро. Где вы, что вы рассказываете? Ждем от вас интересной информации. Алло, да. Да-да-да, алло. Так, доброе утро, друзья. Я сейчас нахожусь в семинарском скверике. Хочу сказать, что влажность очень повышена. В связи с этим чувствуется не минус 1 градус, как показывает столбик термометра, а все минус 7. Вот, поэтому я напомню вам о том, что нужно одеваться теплее. Впереди выходные, которые нужно провести в очень хорошем настроении. Также не заболеть, не простудиться, чтобы отправиться, чтобы хорошо отдохнуть и вновь вернуться на свою любимую работу. Хочу сказать, пока мы колесили все это время по городу, пробок практически не было. Были заторы на площади Ленина в связи с светофорами и с тем, что люди направлялись на работу. Итак, вот. Ну, здесь движение особо не тянется и долго не стоят в общем пробках. Ну, что теперь хочется пожелать всем продуктивного, последнего рабочего дня в этой неделе. И чтобы все хорошо отдохнули. Студия, вам слово. Спасибо большое. Как мы видим на горках очередей нет, пробок в сквере семинарском тоже нет. Спасибо огромное, Оль. Вот, кстати, ты говорила, ветра нет, будет теплее ощущение. Нет, влажность повысилась и все. Да, все пропало. То одно, то другое. Обманула сама того, не хотя. Вот сейчас пойдешь на улицу и будешь стоять там. И проверять на себе, там какая же температура. Но если я буду знать пару лайфхаков, которые мне расскажешь ты. Ну, я тебе расскажу, как продуктивнее работать в офисе. А вот после этого Артем Андроновский расскажет, куда можно отправиться в путешествие. Прямо сейчас давайте посмотрим этот сюжет. Чем отличается хороший работник от плохого? В первую очередь, продуктивностью. Есть много способов повысить этот показатель. Необходимо организовать правильное освещение. Лучше всего для этого подходит естественный свет. Но, если с этим не задалось, необходимо купить специальные лампы. Офисные растения повышают эффективность работы аж на 15%. Многие это связывают с тем, что они якобы поглощают излучение от оргтехники. На самом деле, это всего лишь миф. Они нас делают счастливыми только лишь потому, что они рядом с нами. Головная боль. Боль в шее, боль в спине, затруднение дыхания, защемление нервов. А все это из-за неправильной позы. Поэтому выравниваем монитор и кресло. А все для того, чтобы сидеть прямо. Люди лучше всего работают при комфортной температуре. Согласно исследованиям, это 20-22 градуса. Если теплее, производительность падает. Холоднее, можете заболеть. Унылая обстановка снижает эффективность. Разнообразие повышает ее. Когда вы работаете дома, вы ведь перемещаетесь, например, с кухни в комнату, с дивана на кресло и в обратном направлении. Это отличная тактика. По возможности, применяйте ее и в офисе. Экспериментируйте со звуками. Ритм, жанр музыки, темп – все это, конечно, на вас влияет. Кроме того, научно доказано – музыка хорошо влияет на рост взаимопонимания между сотрудниками. Дышите чистым воздухом. Выходите на улицу каждые час-два хотя бы на несколько минут. Помните, мозг, обогащенный кислородом, работает намного лучше. А в свободное время для того, чтобы зарядиться энергией, отправьтесь в путешествие. Знакомые места порой могут открыться совершенно по-новому. Стоит только взглянуть на них с другой стороны. Специально для этого мы приехали на Неапольский вновь. Решили подняться снизу, со стороны дороги. Район давно превратился в частный сектор. И чтобы попасть к самой горе, необходимо как минимум ориентироваться в местности. По-настоящему увлекательно пройтись по, казалось бы, столь близким, но все еще неизведанным улицам старого города. За поросшими мхом заборами сквозь узкие улочки мы выходим к первой местной достопримечательности. Совершенно не холодная, стремительным ключом вода сочится вниз по склону, прямо из-под камня, стекая на жилую улицу. Ручей начинается в небольшом гроте. Там вода чистая. Нередко можно встретить посетителей, набирающих ее домой. Постарались и уличные художники. Все стены украшены рисунками. Дальше просто так не пройти. Прямо за поворотом нас ждет гряда больших каменных ступеней. Интересно, справлюсь ли я с этим препятствием? Профессиональная подготовка, конечно, не требуется. Но вот быть в удобной обуви – обязательно. В дождливое время камень достаточно скользкий, а в сухой – рассыпчатый. Неверный шаг и может случиться обвал. Конечно, достичь вершины можно и другим путем. Вот там дальше проезжены целые автомобильные дороги. Но природа – это в первую очередь возможность испытать себя, возможность узнать, как ты будешь вести себя в той или иной ситуации. Отступать некуда. Пойдем по сложному пути. Подниматься не так уж и высоко, а времени это сэкономит немало. Добраться до вершины не так просто. Придется карабкаться по скалам. Но стоит только лишь взглянуть на город с этой точки, как преимущества данного пути становятся очевидными. Вечно суетливый город, отражаясь от скал, отзывается мелодией шума. По дорогам куда-то спешат автомобили. Так называемые Петровские скалы, по которым я прямо сейчас и взбираюсь, являются самой известной альпинистской площадкой в Симферополе. Есть маршруты и посложнее, но мы выбрали самый легкий. Шаг, еще шаг. Где-то подпрыгнуть, где-то подтянуться. И вот долгожданная награда. Просторное плато, простирающееся, кажется, до горизонта. По какой-то причине вечно зеленая, пологой вершины Неаполя является любимой смотровой площадкой жителей столицы. Ничего удивительного. Отсюда открывается потрясающий вид на город. Отсюда видны не только ближайшие улицы, но и могучие горы, раскинувшиеся за городом. Снежные шапки еще не растаяли, но здесь, на травянистом лугу, они кажутся бесконечно далекими. Порой полезно взглянуть на привычную обстановку со стороны. Это как глоток свежего воздуха. В известном смысле открывает второе дыхание. Никогда не ленитесь изучать родной край с новых ракурсов. Ну а мы побудем тут еще немного. Насладимся прекрасными видами. Романтично. Ну, я так вообще смотрю. Артем у нас романтик. Он постоянно смотрит куда-то далеко вдаль, грустит о вечном. Гамлет. Возможно. Быть или не быть, вот чем вопрос. Ну, друзья, от романтики перейдем к браку. Так. А это не связано по твоему вещи, да? Самому короткому и, как говорят, самый счастливый брак. А, если так, может быть, и не связанно. Он продлился всего три минуты. Произошло это в Кувейте. В общем, отправилась пара молодая, все хорошо. Отправилась она в ЗАГС. Расписались, вышли. И тут получилось, что невеста, ну, как-то, ну, я так понимаю, платье. Нет, 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 она зацепилась платьем, в общем, упала. А муж, вместо того, чтобы как-то помочь ей, он, видимо, высказал все ей, что он думает о ней. А что можно думать, какого? Ну, опозорилась и так далее. Может, знаешь, только стала невестой, сразу упала и так далее. Ну, а невеста думает, слушайте, ну, мне такой муж не думал, не нужен. Действительно, не нужен. Как хорошо, что это произошло. Пришла и сразу сказала, отменяем. Все, три минуты действительно продлился брак, все. И, что самое интересное, она поведала об этом в социальных сетях. И там просто шквал поддержки на нее обрушился, если можно так говорить о поддержке. Ну, действительно, потому что все говорят, да и молодец, да не нужен тебе такой муж, который в первые же минуты после свадьбы решил такое учудить. И поэтому ты молодец, ты самая счастливая. Поэтому три минуты брака, и они были несчастными, но теперь счастье уж точно будет впереди. Теперь осталась целая жизнь счастливая, без этого негодяя. Ну, а теперь давай все-таки к хорошему вернемся, потому что мы хотим очень поговорить с нашей новостейной студией. Если она уже на связи, то мы с удовольствием ее увидим. Миссер подскажет, можем ли мы связаться. Да, связаться мы можем. Доброе утро. Доброе утро, Дарья. Доброе утро, коллеги. У нас сегодня такой вопрос. Вот женское предпринимательство, твое отношение к этому, как ты считаешь, за, против, аргументы? Ну, я положительно отношусь к этому, потому что я считаю, что в наши дни женщины имеют все возможности для самореализации, они должны самореализовываться. Абсолютно поддерживаю, говорю честно, как мужчина. Итак, ну, а теперь самый важный вопрос. Какова же повестка дня сегодня? Что самое важное мы услышим? Сегодня в эфире только последние и самые актуальные новости. Наши журналисты выяснили, когда ездить в крымских лифтах будет действительно безопасно. Вы узнаете о самых значимых открытиях местных ученых за последний год. Все это и многое другое смотрите в выпусках новостей. Не переключайтесь. Спасибо огромное. 9.00, ближайший выпуск. Готовьтесь, а мы продолжаем наш эфир. Продолжаем, но, к сожалению, начинаем с вами потихонечку прощаться, потому что мы очень рады были встречать это утро с вами. Нам было очень приятно, ваша компания. Надеюсь, вам тоже. Мы обязательно с вами встретимся, но это уже произойдет в понедельник, потому что именно тогда мы будем ждать вас возле своих экранов. Ну а если вы очень соскучитесь, вы можете, например, заглянуть на сайт Первого Крымского или Крым24. Там есть повтор нашей программы, есть очень много действительно видеоконтента, что самое важное, там новости, самые актуальные сюжеты выходят. Поэтому смотрим наш сайт Первый Крымский, Крым24. Заходим и выбираем то, что вам нравится. Ну все, давай потихоньку уже прощаться. Для вас сегодня работали Алиса Троян. И Никита Крылов. Мы рады, что вы провели это утро с нами. Надеемся, что день у вас будет удачным. Пока-пока.